Здравствуйте, друзья! Я Александр Мальч, это проект «Что слушаем?». И я рассказываю вам о том, что 28 февраля в Большом зале филармонии, а это, напомню, 28 февраля в этом году не последний день зимы, потому что год у нас високосный, а значит, будет еще и 29 февраля. Так вот, 28 в Большом зале заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр филармонии, дирижер Феликс Коробов представит программу из цикла «Диалоги на заданную тему». В этот раз заданной темой станет австрийский городок Линц. Прозвучит линцская симфония Вольфганга Амадея Моцарта и первая симфония Антона Брукнера в так называемой линцской редакции. О городе, который находится на реке Дунай, Моцарте и Брукнере я вам прямо сейчас немного расскажу. Площадь города Линц чуть меньше 100 квадратных километров. Зато вот история его оперирует цифрами совершенно другого порядка. Он был основан более чем две тысячи лет назад древними римлянами и носил похожее на современное название Ленция. В новейшей истории Линц на несколько лет стал столицей Верхней Австрии. Сюда по прихоти императора Фридриха Третьего в 1490 году переехал Королевский двор. Также Линц напоминает и о страшных страницах истории 20 века. Ведь Адольф Гитлер считал Линц своей родиной и хотел сделать его образцовым городом Третьего рейха. Он лично разрабатывал планы величайшего в мире линцского музея, в котором должны были экспонироваться самые значимые шедевры, конфискованные во время военных действий в Европе. К счастью, эти планы были забыты после Второй мировой войны. Но для нашего сегодняшнего разговора придется вернуться в чуть более отдаленное прошлое. Вольфганг Амадей Моцарт был в Линце дважды. В первый раз ему было всего шесть лет во время одной из гастрольных поездок, которые устроил его отец Леопольд Моцарт. Во второй раз он побывал там уже зрелым, женатым человеком, но правда косвенно к этой поездке также имел отношение его отец. Вообще роль Леопольда Моцарта биограф Вольфганга оценивают по-разному. Несомненно, он помог сыну добиться славы и чудо-ребенок, уникальный вундеркинд. Все это по праву стало относиться к Моцарту именно благодаря его отцу. Однако некоторые современники упрекали Леопольда Моцарта в том, что из тщеславия он заставляет Вольфганга вытворять перед публикой вещи, которые больше напоминают цирковые трюки, чем откровения маленького гения, вроде игры на клавиатуре, которая закрыта платком. Так или иначе, отец долгое время играл очень важную роль в жизни юного композитора. Когда Вольфганг вырос и пытался уже сам устроить свою судьбу, разъезжая по Европе в поисках заработка, Леопольду Моцарту письма приходили в Зальцбург едва ли не с каждой почтовой каретой. Моцарт полушутливо, а может быть и всерьез, подписывал их от послушнейшего из сыновей. Резкий поворот в их отношениях случился после начала романа Вольфганга Моцарта с будущей женой Констанцией Вейбер. Я напомню, что сначала Моцарт без ума влюбился в ее сестру, старшую сестру. Она Моцарта не дождалась и после того, как он узнал о ее замужестве, Вольфганг Амадей Моцарт обратил внимание на младшую сестру Констанцу и тут же сообщил своему отцу о намерении жениться. Леопольд категорически отказывался благословлять сына на брак. От былого доверительного тона переписки, не остается и следа. Отец шлет Моцарту десятки писем с просьбами, а затем с требованиями прекратить свои отношения с невестой. И тут Вольфганг, вероятно, впервые отказывается оставаться послушнейшим из сыновей. Вместо этого он назначает венчание с Констанцией в соборе святого Стефана в Вене. Очевидно, разрыв с отцом давался ему с трудом и в 1783 году, буквально через пару недель после рождения первенца Моцарты отправляются в Зальцбург, очевидно, для того, чтобы примириться с семьей. По этому случаю Моцарт специально пишут мессу соль минор. Констанца ее разучивает, но все напрасно. В Зальцбурге невестку принимают очень холодно. Прежние отношения Вольфганг с отцом восстановить так и не удается. Оставалось только вернуться домой. Именно по пути из Зальцбурга в Вену, по приглашению графа Иоганна Туна, свек родной из учениц Моцарта, они заезжают в Линц. Здесь их ждет гораздо более теплый прием, чем в Зальцбурге. Граф настаивает на том, чтобы Моцарт задержался в его дворце хотя бы на пару недель. И силами собственного оркестра он хочет устроить концерт в честь своего гостя. Разумеется, у Моцарта с собой нет ни одной из своих партитур. И он спешно садится за новое сочинение. Так появляется домажорная линцская симфония. Подарок гения, за оказанное графом гостеприимства. Слушая это сочинение, совершенно невозможно представить себе, что симфония от первой до последней ноты была написана всего за четыре дня. Сегодня дворец, в котором гостил тогда композитор, на картах называется Моцарт Хаус. Так что, если будете в Линце, можете зайти и вот гуляя по внутренним дворикам этого здания, немного вспомнить историю Вольфганга Амадея Моцарта. Адресов, связанных с композитором Антоном Брукнером, в современном Линце, гораздо больше. Это и собор в центре города, где композитор несколько лет служил органистом. Есть монастырь Сан-Флориан в пригороде Линца, где Брукнер мальчиком пел в церковном хоре, а в юности служил приходским органистом. Именно здесь, в одном из храмов монастыря, в саркофаге под церковным органом, согласно завещанию, похоронили композиторов. Наконец, это огромное современное здание на берегу Дуная, которое называется Брукнер Хаус, концертный зал и культурный центр имени Антона Брукнера. Ежегодно сюда съезжаются музыканты со всего мира на грандиозные брукнеровские фестивали. Среди его участников и оркестр Юрий Хатойч Тимирканова, заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр филармонии. Главным жанром в творчестве Брукнера была симфония. Формально Брукнер написал девять симфоний, девятую он окончить не успел, и она осталась трехчастной. Вообще, номер девять стал для него, как и для многих композиторов, роковым. Я напомню, что девятая симфония стала последней в творчестве Бетховена, Шуберта, Дворжика и Малера. Но на самом деле у Брукнера не девять, а одиннадцать симфоний, так как было еще две, которые он написал в самом начале и считал их недостойными для того, чтобы публиковать, присвоил им номер ноль. Кстати говоря, на сцене Большого зала филармонии их впервые в 80-е годы исполнил Геннадий Николаевич Рождественский. Первая симфония Брукнера, которую вы услышите 28 февраля, была написана им в Линце в 1864 году, там же и исполнена. Это был первый авторский концерт композитора. На тот момент ему, кстати, уже было 40 лет. До этого концерта мало кто представлял, что органист городского собора пишет музыку. Наряду с симфонией исполнялись духовные сочинения Брукнера, и публика приняла их более чем благосклонно. Однако впереди композитора ожидала череда неудач. Его сочинения практически не исполнялись, а если исполнялись, то получали крайне отрицательные отзывы. Так в Вене первая симфония прозвучала лишь спустя 25 лет после премьеры. Враждебное настроение критиков было связано не только с самой музыкой Брукнера, которую современники находили довольно затянутой и сложной для восприятия, но и с музыкально-общественными реалиями Вены конца XIX века. Ведь в это время там была настоящая борьба двух коалиций или двух партий, если хотите, вагнарианцев и бромсианцев. Брукнер восхищался Рихардом Вагнером, причем ни философские воззрения, ни театральная реформа Вагнера его абсолютно не интересовали. Он был поражен новым музыкальным языком и симфоническими находками Рихарда Вагнера. Но если для поклонников Брамса Брукнер являлся вагнарианцем, то для самих вагнарианцев Брукнер был слишком консервативен и академичен. Он сочинял симфонии в классической четырехчастной форме, лишенной характерной для романтизма литературной программы. Ну то есть такой свой среди чужих, чужой среди своих. В них, как писал один из недоброжелателей, темы симфонии Бетховена попадают под копыта валькирий, имея в виду, конечно, валькирий Вагнера. В свою очередь Брамс называл эти сочинения гигантскими симфоническими удавами. Впрочем, Брукнер отзывался о музыке Брамса едва ли чуть более лестно. Существует полуанекдотическое описание встречи двух композиторов, специально подстроенной друзьями Брукнера. Якобы Брукнер и Брамс оказались вместе в одном из венских кабачков. Они долго молчали, сидя друг напротив друга, а потом Брамс попросил меню и заказал колбаски с пивом. На что Брукнер заметил, хоть в чем-то мы с вами сходимся. В Вене Антона Брукнера считали чудаком, который между заутренней и вечерней церковной службами пишет бесконечно длинные симфонии, посвящая их богу. Над его чрезмерной религиозностью подшучивали не меньше, чем над провинциальной манерой в одежде и в речи. Сын сельского учителя и воспитанник строгого пригородного монастыря Брукнер, даже когда перебрался в Вену, ни за модой, ни за стилем не следил. Поводом для насмешек, кстати, являлась еще одна довольно странная его привычка. Он всегда все считал. Он пересчитывал окна домов вокруг, яблоки на деревьях, даже жемчужины на бусах дам, с которыми рядом оказывался в ложе в театре. Одним словом, у венских остряков и даже карикатуристов было достаточно поводов, чтобы написать что-нибудь ядовитое про профессора Венской консерватории, чьи заумные сочинения пылятся на столе, так и не попадая на дирижерский путь. Однажды, находясь в глубочайшей депрессии от атмосферы непонимания и неприятия своей музыки современниками, Брукнер пишет своему другу. Мне недавно рассказали, что у тебя есть мысли поехать в Мексику. Это правда? Поедем же! Поедем в Россию или еще куда-нибудь, если уж нас не признают на родине. Как мы с вами знаем, в Россию Брукнер не поехал. Зато в 1884 году в Лейпциге под управлением Артура Никиша с грандиозным успехом проходит премьера его седьмой симфонии. Положительные отзывы на это произведение написали даже бывшие заядлые враги композитора. К 60-летнему композитору наконец пришли слава и признание. После этого одна за другой начинают исполняться его предыдущие симфонии, но уже в новых редакциях. Привычка возвращаться к старым партитурам, перерабатывая прежние опции привела к тому, что почти все симфонии Брукнера существуют в двух, а некоторые даже в трех авторских редакциях, которые часто довольно сильно отличаются одна от другой. Незадолго до смерти Брукнер передал в Венскую библиотеку все свои рукописи с пометкой для будущего. Только к 30-м годам 20-го века австрийскими музыковедами была предпринята отважная попытка по расшифровке всех партитур. После чего дирижеры смогли сами выбирать, какую из редакций той или иной симфонии им исполнить. Вот, например, до 1935 года первая симфония Брукнера была известна исключительно так называемой Венской редакции, которую автор сделал через 25 лет после премьеры. С момента смерти композитора все его симфонии неоднократно исполнялись величайшими дирижерами и оркестрами мира, а Геннадий Рождественский записал все симфонии Антона Брукнера во всех известных редакциях, таким образом их получилось 21. Мы же с вами услышим 28 февраля первую симфонию Антона Брукнера в так называемой Линдской редакции. Напомню, что в концерте заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Феликса Коробова также прозвучит Линдская симфония Моцарта. На этом я, Александр Мальчев, с вами прощаюсь. Увидимся дальше здесь, на этом канале в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok